Евгений Николаевич Вы чьи широкие шинели Напоминали паруса Чьи шпуры весело звенели И голоса, и голоса И чьи глаза, как бриллианты На сердце вырезали след Очаровательные фронты Очаровательные фронты Минувших лет Одним ожесточением воли Выбрали сердце из колонок Цари на каждом бранном поле И на балу, и на балу Вам все вершины были мал И мягок самый черствый хлеб О, молодые генералы О, молодые генералы Своих судей О, как мне кажется, могли Рукою полною перстней И кудридев ласкать И гривы своих коней Своих коней В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век И ваши кудри, ваши бачки И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег И наши кудри, ваши бачки Кавалергарды век недолг Не обещайте деви, юной, Любови вечной на земле Напрасно мирные забавы Продлить пытайтесь смеять Не раздобыть надежной славы, Покуда кровь не пролилась И как несладок мир под луны Лежит тревога на челе Не обещайте деви, юной, Любови вечной на земле Не обещайте деви, юной, Любови вечной на земле Течет шампанское рекой И взор туманится слегка И все как будто под рукою И все как будто на века Крест деревянный и чугунный Назначен нам в грядущей мгле Не обещайте деви, юной, Любови вечной на земле Не обещайте деви, юной, Любови вечной на земле Субтитры создавал DimaTorzok Ну, смертельный номер. Песня Михаила Щербакова называется «Предположим». Это такой сумасшедший сценарист, как бы сочиняет, как бы немое кино. А аккомпанирует ему тоже сумасшедший тапер. Минут на семь произведения. Приготовьтесь. Предположим, герой, молодой человек, холостой кавалер. Должен ехать в провинцию дни и так на десять делать дела. Расставаясь с избраницей, он нарушает слезой интерьер. И, пожалуй, не врет, говоря, что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, без него не подмигивать здесь никому. В сотый раз напоследок уже у дверей умоляет писать ему, чтобы там ни было в день. По письму рисовать голубка на конверте и слать непременно скорей. И красавица тем же вполне от души отвечает ему. Обещает писать, ободреет кивком, одареет цветком. Наконец отпускает и в десять минут забывает о нем. А герой, повелев им щеку не зевать, через сутки пути прибывает на место. Въезжает в гостиницу и принимает засуществовать. То есть это он движется, сделаемый бес в экипаже и нет. Озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур. Что не день на подарки, понятно, кому не жалеет монет. Покупая смарагдовые хламы, серебряные все кисунбу. Или в номере, кстати, весьма дорогом. Вечерами письма от негодницы ждет, изнывает от скуки дурак дураком. Не пьянее глотает ликер и бисквит, без охоты жует. Ожидает конверта с условным на нем от руки голубком. И, томясь ожиданием, ходит по бархату взад и вперед. А кокетка не помнит, она занята, что не день ежечасно ее с головой поглощает забота. То это, то та, то непрошенный гость. У нее то мигрень, то канун маскарада, то коса маскарад. То верчение столов, то большая примерка. И так, что не день, предположим, неделя проходит. Он ждет, а письмо не идет. То есть рухнули связи, обмякли устои, померкли миры. Почтальоны ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход. И один за другим, вероятно, упали с высокой горы. Проведя две ужасные ночи без сна, на девятые сутки в единый прием. Он снотворно восклянку, что свалит слона, осушает. И мрак, наконец, обглушает его забытьем. В это самое время, внезапно о нем вспоминает она. То есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нем. И, конечно, бросается прямо к бюро, из бюро вынимает. Конечно, бивар, из бивара бумагу берет и перо. И строку и строку погоняет строка, и к рассвету послание выходит густым. Копач, чтобы роман могло быть и гуще, да ночь коротка. На десятые сутки с утра просыпается наш кавалер. Выпивает свой кофе, причем даже с юмором смотрит в окно. А потом, не спеша, тормошится квояж, достает револьвер. И, конечно, стреляется прямо на бархате, что не умно. А конверт-то надписан уже и закрыт, не без помощи воска, смолы и огня. Силуэт голубка в уголке не забыт. Путевые сдержки рассчитаны на ручный сел на коня. Остальные детали впоследствии следствие определит. А пока угадайте, что в этом во всем привлекает меня. Ну, конечно же, нарочный, боже ж ты мой, это как он поскачет сейчас. Полетит, не касаясь дороги, помчится стрелой. А часа через два ни с того ни с сего на дворе постоялым я встречу его. И в глаза посмотрю со значением, но не скажу ничего. Разговаривать некогда. Да и зачем, господа пассажиры, четвертый звонок. Занимайте места, живу-приживу зем. Я ваш новый форейтер, а кто не согласен? Вот бог, вот порог. Решено, что мы едем в Эдем. Это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господа Вайжоры, таков эпилог. Или, может, эпиграф, не все ли равно? Я их, знаете, путаю. Префикс один, да и корни по смыслу считать заодно. Ох уж эти мне Эллины, это ж язык. Уже как не вникал я в него, а не вник. Между тем, не последний, по общему мнению, был ученик. Он говорит, я забыл инструмент. Забыл инструмент и бегал за ним, видимо, домой. Вот в руках у Евгения Николаевича прекрасный и замечательный инструмент укулеле. Продолжаем петь хором. Моей душе покоя нет. Весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет. И все из-за кого-то, со мною нет кого-то. А где найти кого-то, могу весь мир я обойти. Чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. О, да, могу весь мир я обойти. О, да, могу весь мир. О, да, могу весь мир. О, да, могу весь мир. Пусть невредим вернется вновь ко мне, мой кто-то милый. Со мною нет кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то. На свете для кого-то, клянусь, я все бы отдала. На свете для кого-то, клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то. Давайте, нет, споем еще один мещанский романс, который сочинила Елена Казанцева. Елена Казанцева — это автор из города Минска, русский поэт, великий русский поэт из города Минска. Вы знаете, да? А вы знаете, что она мне стихотворение посвятила? И не одно. Расскажу, похвастаюсь. Я горжусь дружбой с Леной, потому что благодаря этой дружбе я вошла в историю русской литературы. Она действительно посвятила мне два стихотворения. Ну, то есть больше, но два известных. И одно из них самое известное. Она сочинила, когда была проездом из Самары в Минск, останавливалась у меня в Москве, и ночевала на свежекупленном надувном матрасе необычайной красоты. Она проснулась утром вдохновленная, потребовала перо, чернила. Значит, чего там еще поэты требуют по утрам? Все, значит, ей было предоставлено. И она написала абсолютно ровным, круглым, без единой помарки, почерком стихотворения с эпиграфом «Твой матрас меня потряс». Лида купила двуспальный матрас, чтобы поехать на юг. Вместе с матрасом уедет от нас верный и преданный друг. Если тихонечко этот матрас гвоздиком ночью проткнуть, Может, она не уедет от нас, может, захочет вернуть этот матрас навсегда в магазин, пусть принимают старье. Где-то на юге заплачет грузин, так и не встретив ее. Вот, матрасы, потому что в Ленином творчестве играют, ну, огромную роль. Это такой большой образ, он прям в ее поэзии всегда ярко так сквозит. «Я скучаю на матрасе лежа, что-то не идет ко мне Алеша». Ее спрашивают, значит, друзья-поэты говорят, а почему, собственно, Лена Алеша, если лежа — рифма Сережа. А Лена говорит, так ведь Алеша был. Потому что Лена очень правдивый художник, она всегда пишет только о том, что точно знает. И что с ней реально происходило. Ну, вот, видимо, вот Алеша как-то вот... Вот, собственно, мещанский роман с Алешенькой. Сейчас мы его с вами исполним вместе. Я тоскую одна, Одинешенька, Догорают в окне небеса. На извозчике едет Алешенька, У него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, Неизвестно куда и зачем. Я тоскую одна, Одинешенька, Даже белого хлеба не ем. Извозчик в тулупе и валенках Погоняет лихого коня. Я любила и старых, и маленьких, Но никто не полюбит меня. Я тоскую одна, Одинешенька, Догорают в окне небеса. На извозчике едет Алешенька, У него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, У него голубые глаза. Губы окаянные, Думы подаённые, Бестолковая любовь, Головка забубённая. Бестолковая любовь, Головка забубённая. Всё вы губы помните, Всё вы думы знаете. Да чего ж выдумаю сердцем, Этим огорчаете. Да чего ж выдумаю сердцем, Этим огорчаете. Позову я голубя, Позову я сизовой, Пошлю до роличеке письмо, Да мы начнём всё сизнава. Губы окаянные, Думы подаённые, Бестолковая любовь, Головка забубённая. Вообще надо сказать, что вот этот музыкальный инструмент, удивительный, который называется укулеле, он когда впервые к Евгению Николаевичу в руки попал, значит, он первое, что сыграл, это вот… Вот, а поскольку дело было в Израиле, нам сказали, о, ну вам, русским, что в руки не дай, всё, у вас балалайка. А когда мы эту историю рассказали в Ижевске, говорят, ну или балалайка, или калашников. Они так считают, да? Да. Вот, мы не против. На самом деле этот инструмент поёт самыми разными голосами. И самое первое, что нам показалось вот в его звучании, это мандолина. Мандолина, конечно, такая. Да. Мы её приспособили к итальянской песне, к песне Михаила Щербакова на музыку итальянского композитора Нина Ротто. В памяти всех. Что в чужом краю, что в отче, На высоком небосводе, Не увидишь ты алмазов, Да и кто их видел, впрочем, При какой такой погоде. Счастье капризно, даль тревожно, А жизнь она и вовсе, Одна, второй не будет. Рим с собой взять не можно, Помаячь пока что возле, Папа Римский не осудит. Рим нисколько не в упадке, Он щебечет и хлопочет. На расхват идут напитки, Курс в порядке биржевой. Люд заморский по руинам резво скачет, Пальцем тычет во что хочет, Отчего бы в самом деле не скатать, Пока живой. За сто лир цена смешная, Ты пломбир купи с изюмом, И доправься вдоль далеко Со юных барышень, Смущая серым в клеточку костюма. А эти барышни глазами, Серьезными своими, Моргают так прелестно. Мы умрем, и черт бы с нами, А вот что случится с ними, Совершенно неизвестно. На скамейке ренессансной У античного забора Не забудь, что ехать скоро И бесед не проводить. Что там за архитектура сеньорина, Что за флора там сеньор? Не твоя печаль, приятель, Погуляй, проходи. В свой черед коснется слуха Тот сигнал волторный строгий, Что вязать велит по жидке, Ни пера тебе, ни пуха, Отдохни перед дорогой. Влажный рассвет тебя разбудит, Партия ключами щелкнет, А дальше как придется. Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторна смолкнет, Колокольчик распоется. Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторна смолкнет, Колокольчик распоется. Жизнь одна, один не будет, И проигрывает свинок. И проигрывает свинок. Весь мир в янете, Умömнет, И проигрывает свинок. Сейчас настал тот момент Когда вы должны увидеть наш дуэт В полный рост Я всегда вспоминаю историю Я еще в школьные годы Занимался в фотокружке И мы, чтобы был понятен Размер снимаемого объекта Ставили рядом спичечный коробок И все понимали тогда Каков собственно размер Наверное это выглядело так Это я коробок Или вот что Считай как тебе удобнее А вообще Вспоминаю свою клармоническую эпоху Работал в коллективе И вокалист Он был примерно такого роста В то время Программу нужно было Обязательно сдавать Куберсиному совету Который утверждал Что все хорошо А Куберсиному совету Утверждал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому